Пункт 7.2, там где прописано, что можно будет выдавать госгарантии по частным кредитам, взятых молдавскими компаниями у российских банков, как было в 90-е годы, а потом в 2000-е эта лавочка прикрылась, потому что это такая коррупционная схема. Это как берешь кредит в российском банке, деньги воруешь, и если этот кредит был согласован, как прописано в договоре, с правительством, что-то значит непонятно, но деньги удачно, все переходят весь долг на плечи граждан. Это нельзя принимать, и ни в одном... Нет, в этом-то и большая проблема. Поправка включена в соглашение? Нет. Российская сторона видела эту поправку, они парафируют вместе с поправкой? Мы опять с вами являемся коллегами по комиссии международных отношений. Договор в парламенте, к сожалению, был ратифицирован так, как он был написан. То, что господин Дьяков вытащил туз из рукава, что якобы какая-то поправка, это... Это не какая-то поправка, а любое частное взятие... Нет, господин Вартанин. Нет, господин Вартанин, договор ратифицирован так, как он выглядит. Россия, в свою очередь, сделает то же самое. Поэтому этот риск, он не был снял. Этот риск мог бы снять только в одном случае. Если бы мы ратифицировали в парламенте с оговоркой, что пункт 7, пункт 2 мы не ратифицируем. И для Молдовы он не является законом. А то, что вы сделали, что... А чего отличается? Не ратификация от поправки, то же самое. То же самое решение парламента. Нет, большая разница. Он вошел в силу так, как он был написан. Так, как он был представлен Российской Федерацией. И так, как он был принят коллегами из... Давайте я вам зачитаю. Он был принят с поправкой. Давайте я вам зачитаю, что сказала... Поправка, это фиговый лист. Да, не фиговый лист. Это то, о чем вы говорите. Что любое взятие кредитов частными компаниями согласовывается парламентом. Мы с вами будем решать по любым компаниям. И это относится ко всем кредитам, которые будут взяты в будущем. Поэтому мы... А если вы какие-то разница не ратифицируется этой поправкой, то что будет? Ну, значит, не будет кредита. Да, господин Сырбо. Дело в том, что это поправка, которая по предложению Демпартии была проголосована. Она практически нулевая с точки зрения юридической, с точки зрения международного права. Потому что 27-я статья Венской конвенции о международных договорах. Предусматриваем четко, что внутреннее право, внутреннее законодательство ни в коем случае не может быть выше тех международных норм, которые вошли в силу. То есть, можно было там что угодно прописать, но именно двухстороннее соглашение имеет высшую юридическую силу. И если они хотели на самом деле сделать поправку, то они должны были проголосовать так называемые резервы, или как на русском правильно сказать... Оговорки. Оговорки по процедуре, именно предусмотреной Венской конвенции. Вот если бы проголосовали оговорки, вот эти оговорки тогда эта статья и была бы применена именно так, как хотела молдавская сторона. А эта поправка имеет нулевую юридическую силу, поэтому лучше не нужно манипулировать. Потому что это серьезная ситуация, и член комиссии по международным правам или делам должны, я думаю, знать эти элементарные вещи. Мало того, что то, что у нас в политике принято ТУЗы из рукавов вытаскивать, то, что предложил господин Дьяков, это может иметь юридическую силу только для Молдовы, а договор он межправительственный, межгосударственный. Поэтому если что-то имеет сил только для Молдовы, для России это юридическая сила не имеет. Но допустим, давайте допустим, что якобы парламент является таким нормальным фильтром, что будем давать госгарантии только через парламент. А аэропорт не через парламент прошел, а БЕМ не через парламент прошел, а миллиард подготовили не через парламент, а ландромат подготовили не через парламент. Все через парламент.